Молодой дипломированный специалист Тамбовской ветстанции Екатерина Шилова в своей уютной однокомнатной квартире проживает уже несколько месяцев. Ее она, как сирота, получила по решению суда после 8 лет ожидания в очереди. Первый плюс, который я только заметила, когда мы подъехали к подъезду, то что само здание находится в центре села Тамбовка. Здесь все доступно на вытянутые руки, можно так сказать. Рядом находится буквально под моим окном детский дом творчества. У меня есть ребеночек, это очень удобно. Также и работы, да, работы недалеко. Квартира сама по себе большая, хоть и считается однокомнатной, 34,5 квадратов. Но это достаточно хорошая однокомнатная квартира, светлая, теплая. И хотя квартира пока не в собственности Катерины, по закону оформить ее можно будет только через 5 лет, девушка решила обустроиться здесь надолго. Уже успела провести кой-какой ремонт и теперь строит планы на будущее. Глава регионального парламента одобрил начинание Екатерины. Похвалы от Вячеслава Логинова удостоилась и жительница Константиновки Евгения Фиолковская. Вселившись в выданную ей квартиру, девушка тут же принялась ее модернизировать. За несколько месяцев потратила на капитальный ремонт свыше 600 тысяч рублей, в том числе кредитных средств. Перечень проделанных работ озвучила главе ЗАГС Собрания. Еще раз скажу, что люди решают все. Вот Женечка меня удивила. Она просто молодец. В квартире, которая станет ее лишь через 5 лет, Евгения уже поменяла обои, полы, обновила ванную комнату, теперь собирается взяться за балкон. С первого взгляда ясно, что отношение к выданному государством жилью у девушки вполне хозяйское. Мне, в принципе, вообще все нравится. Прям, ну, очень. Я прям, это моя квартира. У нас же условия, если все платим и все хорошо, я думаю, что я справлюсь за 5 лет и плачу все вовремя, ну и все условия соблюдаю. Поэтому мы решили сразу все сделать и не ждать 5 лет. К сожалению, далеко не у всех сирот такое же отношение к жилью. Некоторые не то что не благоустраивают квартиры, а наоборот доводят практически до нежилого состояния. Многие практически сразу же становятся злостными неплательщиками по коммуналке. Не оплачивают, не содержат, ломают, все это рушат, да. Нам приходится, хотели бы мы этого или нет, но мы по решению суда лишаем их, не выселяем, лишаем их права пользования и служебным помещением. На их место приходят потом очередные другие. Мы им даем, опять же, опять ремонтируем, вносим средства, ремонтируем, предоставляем другим. Может повториться опять то же самое. И это при том, отмечают и глава района, и спикер законодательного собрания, что средств на покупку квартир для сирот традиционно не хватает. Да и приобретать их из-за сокращения вторичного жилфонда и отсутствия новостроек с каждым годом становится все сложнее. Как отметил Вячеслав Логинов, частично снизить накал проблемы помог областной закон о жилищных сертификатах для сирот. Есть и семьи, которые, к сожалению, не воспользовались судом, но являются добропорядочными, достигли возраста 25 лет, завели семьи и имеют детей. Кто-то три, кто-то два, кто-то один. И для того, чтобы была возможность помочь именно таким семьям, как отдельной категории граждан-сирот, мы и приняли такой закон о морской области, по которому мы в этом году выдали эти жилищные сертификаты. И, как правило, это были многодетные семьи. Жилищные сертификаты уже получили 25 амурских сирот, а всего до конца года их выдадут еще 27 жителям области из этой социальной категории. Помимо этого, 265 сирот получат жилье за счет областных и федеральных средств. В 2020 году на эти цели выделено 295 миллионов рублей. Однако потребность многократно выше. Ведь только решение суда на предоставление квартир на руках у амурских сирот имеется свыше 1270. Евгений Вдовенко, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.